Добрый день, господин Ленберг. Жители Венспилса, как всегда, задают вам вопросы, интересующие их, которые они присылают, в основном, но размещают на порталах или присылают по электронной почте. Микус на портале Венспас ЛВ спрашивает, в нашем городе уже 20 лет действует своя высшая школа, планируется ли в будущем ее развивать? Она все время развивается. Начали мы с двух направлений учебы предметов. Это управленцы и переводчики, потом электроника и ИТ. Да, и это направление будет развиваться. Но на сегодняшний день будут развиваться профили, но смешанные, которые уже сегодня есть. Я думаю, акцент школы не будет делать на экстенсивное развитие, а на качество. И только качественный ВУЗ может конкурировать и рассчитывать на латвийского и иностранного студента. Стратегия развития ВУЗа есть, она утверждена. Под это есть деньги Евросоюза. Мы достали 4 миллиона деньги госбуджета еще в прошлом финансовом году на 3 года. Я думаю, у нашего ВУЗа хорошая перспектива. — Спасибо. Также на портале городского самоуправления пользователь Дагния интересуется, зачем Венспилс, видимо, имеется в виду Дума и предприятие самоуправления, отвечает на все комментарии на порталах. По мнению пользователя, большая часть комментариев — это фейковые аккаунты, которые специально троллят городские учреждения. — Ну, конечно, я это вижу. Когда задается вопрос, ну, или такой вот, вот, город грязный, там, не пройти, не проехать, и так и далее, да. Или вот было только что, что вот, надо фуры поискать вокруг объездного пути, дороги, да, моста, вот, потому что подъемный мост, он узкий, там, не проехать. Хотя все наоборот, да, все наоборот. И расчет на том, что кто-то, как бы, ой, это предложение, давайте сделаем, да. Ну, на глупость не попадемся мы. Но отвечать надо, потому что, а это же задается с какого-то целью, да, это задается с целью дискредитации. И потому я предлагаю, первое, это что попросить, а давайте конкретно скажите, если все грязно, все плохо, цветы, там, товяли и так и далее, конкретно. И во-вторых, и во-вторых, надо отвечать, это возможность ответить и рассказать, а что мы делаем, как делаем и с какими результатами. Так что фейковая новость, она, ее можно повернуть и как положительная. Стоит пользу. Да, в свою пользу. И человек же не глупый, он читает, ну, что он там пишет. Так что тут я подхожу, что венспилчанин, он же не с закрытыми глазами, он все видит, понимает, да. Ну, и нам надо быть активными, показывать, рассказывать, давать статистику, аргументы, факты, чтобы у нашего избирателя была информированность. Если нет информированности, мы сами виноваты. В первую очередь я. Пользователь городского портала ЗИКС следил за видеотрансляцией заседания комиссии по развитию города, где речь шла о развитии городского пляжа. И он спрашивает, есть ли планы в отношении бывших гаражей и гостиницы бывшего межколхозного производственно-снабженнического предприятия. При этом жители предупреждают, что кардинально там ничего перестраивать нельзя, чтобы песок не начал снова двигаться в сторону города. Да, я полностью с таким подходом согласен, как бы мои мысли такие же самые, но, один большое но, все это комплекс зданий, это частная собственность. Там года три-четыре назад поменялся собственник, он приходил в Думу со своими планами развития, они, в принципе, были акцептированы, мы готовы помочь, сколько это в нашей компетенции, но он заболел, заболел, вот, и сейчас мне нет информации об активности в этом направлении. Мы поддерживаем там, чтобы была гостиница или комплекс спа или рехабилитационный центр, там был вариант жилья, правда, есть рыбоконцерный комбинат, если там, ну, этот дым поменьше, тогда, как бы, это не мешает, ну, вот, для нас это то, мы были бы рады, если там было все в порядке, потому что это вообще эксклюзивное место, и рыбобработка, вот, она выходит за пределами города. Если бы этот кризис сбыта рыбы, то рыбоконцерный комбинат, я даже достал деньги Евросоюза, он был бы перенесен и размещен там, где раньше был сейчас несенный зверохозяйство. Сейчас там стоится, между прочим, холодильник и этот. Но поскольку рынок закрылся, объем выпалит там два-три раза, сбыта нет, прибыли нет, и они отменили этот перенос. Ну, без переноса, значит, можно там работать, либо обработка, но, конечно, только иногда дым не должен быть, да. Ну, вот это определенные противоречия. Спасибо. Кика на портале Венспас.лв комментирует ваше сообщение о том, что педагоги дошкольного образования осваивают дигитальные знания. По мнению жительницы, эти знания они не смогут применить на практике, поскольку в детсадах в группах нет ни компьютеров, ни интернет-подключений. А бросить детей и пойти к методисту, чтобы поработать за компьютером, воспитатели тоже не могут. Это неправда. Это просто неправда. Это фейковая новость. Детские сады обеспечены современной дигитальной техникой столько, сколько это нужно для учебного процесса. Для каждой группы не нужен интерактивный экран и прочее. Так что это неправда. И в нашем портале был ответ детальный на вот этот вопрос. Потому я не буду повторяться, я в голове не держу эти цифры. Это фейковые новости. Райт из Кузнецов прислал на электронную почту вопрос о строящейся музыкальной школе. Недавно на стройплощадке гостила комиссия с проверкой, в ходе которой нарушения не обнаружены и все оказалось в порядке. Но зачем теперь сносит одну из несущих конструкций, спрашивает житель. И он также подтверждает свой вопрос фотографии с веб-камеры. И есть ли какая-то связь, спрашивает он, между тем вот этим событием и тем, что видел студент высшей школы, который утверждает, что работники, которые остаются в общежитиях, каждый вечер употребляют спиртные напитки? Ну, вот это чистая фейковая новость. Во-первых, в общежитиях употребляют, все там пьют. Ну, сходите, пьют, не пьют, глупость это все. Ничего подобного нет. Вот, это раз. Во-вторых, те, кто приходят на работу на объект, они проверяются, они там не попадают в нетрезвом виде. Несущие конструкции невозможны. Никто ничего не сносит. Если это, если это, там идет монолитное бетернирование, да, и, конечно, там, где есть проем, там ставятся, ну, такие, которые поддерживают, пока она ствердеет, потом не убирается, да. Ну, вот, это может быть что-то подобное. О палубке типа что-то. Да, да. Так что это фейковая новость. И последний вопрос, который был задан также на портале Венсплс ЛВ. Как вы оцениваете достижения наших баскетболистов? Ну, чуть-чуть остался осадок. Я, конечно, тоже очень надеялся, был во многом уверен, что наша сборная попадет в первую четверку, то есть полфинал. Тем более, Россию обыграли, а они попали. Ну, что делать? Ну, немного не хватило. Немного не хватило. Я думаю, главное у нас первый номер, то есть это, который ведет розыгрыш. Янг Стрелликс, венсплчанин, нашу школу закончил, и в нашем интернате учился, и в нашей команде долгие годы играл. Но когда его нет на площадке, тогда командная игра пропадает и становится другой командой. И такая команда, она не могла попасть в полуфинал, тем более финал. Конечно, и скамейка у нас не очень длинная, и большое различие есть между первой шестеркой, может быть, и запасными игроками. Но это во всех командах примерно так. Так что разводящий, по-моему, был главной, это наша проблема, и она себя показала сильными командами. Порзингис, конечно, сыграл, это, конечно, суперзвезда, и он сыграл как центр для меня неожиданно хорошо, потому что это не его функция, но его талант тут полностью раскрылся. Он как бы до любого может работать, и он это показал. Да, Висбертанс, который тоже играет, я, конечно, понимаю его роль, какая она ему отведена в этой команде профессиональной, но хотелось бы, чтобы он более продуктивно смог играть в защите и в нападении. Я больше надеюсь на него. Он хорошо сыграл, он очень самотвержен, и таки, да, очень такой, но слишком эмоциальный иногда, профессионалу надо как бы себя держать, и технические фолы нельзя получать. Вот, ну, Блум для меня сыграл неожиданно хорошо, вот. Наш Армад Шелек, когда его пустили, значит, он себя показал тоже хорошо, короткий эпизод, но, он хороший, да, действительно. Да, Висбертанс хорошо играл, да. Ну, да, вот этот Шмидт для меня была неожиданность в положительном смысле, он, притом, он добавлял. Ну, выйти, два броска за секунду после того, как стекло время, это две тройки, да, это 6х. Иоанн Стима, который великолепно по ценам сыграл, три раза сделал себе возможность бросать из-под кольца, ну, три раза промахнулся, вот. Ну, знаете как, ну, мяч круглый, кто-то должен проиграть, на этом, в этом, в этом случае, к сожалению, проиграли наши, но мы можем гордиться латвийским баскетболом на сегодняшний день, тем более мы выступали лучше, чем литовцы, да, это, конечно, небольшое достижение в данном случае, но все равно, как бы, по расчетам это пятое место, не так плохо. Ну, вот будет чемпионат мира, надо, значит, попасть в четверг, по-моему, чтобы можно было на Олимпиаде играть, вот это следующая задача. Да, пожелаем успехов. Ну, я скажу так, и да, ну, и, конечно, ну, играть во многом без защиты не перспективно, слишком было открыто все это, да. Хорошо. Спасибо вам большое за ваши ответы, всего хорошего, до свидания, до следующей встречи. До свидания. До следующей встречи, да.